сегодня мы с тобой прогуляемся по ночному лесу разберемся откуда возникает такое понятие как цвет и сколько их вообще бывает поймем как же все-таки устроено зрение насекомых и познаем то что лежит за границами моего и твоего разумов привет поехали это роскошные кустрозы а это ашот который смотрит на роскошные кустрозы а это солнце которое висит над ашотом который смотрит на роскошные кустрозы и как ты наверное догадываешься солнце умеет светить но еще давным-давно один мужичок по имени ньютон доказал то что если солнечный свет пропустить через треугольную призму то на выходе получится радуга ну в общем каждый охотник желает знать где сидит фазан это мы с тобой прекрасно помним только не очень понятно что нам это дает но окей солнечный свет состоит из нескольких цветов и чего да ничего особенного просто это объясняет почему ашотик видит розу красный свет от солнца попадает на розу все что могло поглотиться этой розы поглощается все что могло отразиться отражается и попадает в глаз ашотику ну я думаю очевидно что это роза поглощает все цвета кроме красного именно поэтому ашотик видит ее красный а как ты думаешь сколько вообще цветов может различить ашотик но конечно все зависит от того откуда идут эти цвета если бы ашотик смотрел на старый старый компьютер то он бы увидел всего два цвета в таком же старом игровом аркадном автомате ашотик бы смог различить уже 256 цветов современные гаджеты типа твоего смартфона могут позволить тебе различать до 16 с половиной миллионов цветов но если ты сейчас вырубишь этот видос и выйдешь на улицу что я тебе делать конечно же не рекомендую твой глаз может различить более 100 миллионов цветов и оттенков и все цвета которые мы в принципе можем различать что я что ты что ашотик попадают вот сюда видимый спектр около 100 миллионов цветов и оттенков в твоем глазу много это или мало ну если честно такую цифру даже сложно представить и кажется что это огромное количество а теперь давай посмотрим на то какую часть видимый спектр занимает во всем возможном спектре излучения да вот та вот еле заметная радужная полосочка это в принципе все что мы можем с тобой видеть а серые зоны по бокам это все что существует как ты понимаешь мы немножко ограничены и тут на сцену врываются насекомые но знаешь там всякие букашки таракашки муравьи пчелы бабочки и тому подобное эти ребята нас обходят в том что они умеют видеть в ультрафиолете и сразу вопрос а зачем это в принципе нужно но то есть у нас есть с тобой более 100 миллионов цветов разве этого мало но смотри что будет если ты решишь пробежаться по лесу ночью скорее всего ты просто врежешься в первое попавшееся дерево потому что ты не будешь совершенно ничего видеть а вот эти самые букашки таракашки будут потому что огромная часть света который идет от солнца отражается от луны и потом попадает например на ту же самую розочку находится именно в ультрафиолетовом диапазоне который мы с тобой видеть не можем а вот букашки таракашки могут именно поэтому даже в полной темноте они будут прекрасно ориентироваться но главный прикол этого зрения в том что мы даже не можем представить какие цвета видят те же самые насекомые просто потому что с такими цветами мы никогда не сталкивались повторяю мы их с тобой не можем увидеть даже не можем их представить как бы они там выглядели поэтому не надо думать что ту же самую розочку пчелка увидят именно розовой на самом деле они и увидят какой-то такой непонятно какой но думаю что менее красивый она от этого точно не станет а вот снова наш ашотик и наша розочка и хоть в данном случае ашотик просто нарисованный персонаж но все равно он как ты и как я может видеть только в видимом спектре в ультрафиолете не может но ему очень сильно хочется хотя бы представить то как бы могла выглядеть розочка глазами насекомых ну мечта такая у человека что поделать может он в детстве муравьем хотел стать не будем же мы его за это осуждать так вот на самом-то деле мечту это довольно просто исполнить нужно просто подарить ашотику ультрафиолетовый фонарик чтобы этим фонариком взять и осветить ту же самую розочку и ты конечно меня может спросить а какой в этом смысл но от солнца тоже поступает ультрафиолет ну и чем мы же все равно его не видим но тут все более заковыристи и давай объясню тебе буквально в двух словах смотри ультрафиолетовый фонарик это мощная штука это прям реально мощная штука и ультрафиолет в этом фонарике намного мощнее чем та фигня которая приходит от солнца и значится если мы будем освещать этим фонариком какие-то предметы мы им дадим прям столько энергии что они аж начнут светиться в видимом нам спектре этот процесс свечения будет называться люминесценцией да впрочем кому какая разница главная суть в том что с помощью прям мощного ультрафиолетового фонарика мы можем заставить разные вещи светиться конечно в таком случае мы все равно не увидим то что увидят насекомые но потому что мы в любом случае не можем видеть ультрафиолетовое излучение но мы хотя бы увидим грубо говоря проекцию зрения насекомых на наш видимый спектр то есть можем хотя бы приблизительно представить как бы мы смогли с тобой видеть если бы были насекомыми ну ладно я думаю хоть что-нибудь ты понял а теперь собираем вещи тестируем дома фонарик и в путь в темный ночной лес кстати это самое время поставить лайк и подписаться на канал если ты этого еще не сделал а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мох при обычном дневном освещении. Ну, как бы чё мы тут с тобой не видели. Зелёный-зелёный. А теперь ультрафиолет. И да, как ты видишь, он стал полностью красным. Это из-за хлорофила, который содержится в мхе. В ультрафиолетовом свете он излучает красным. Я бы даже сказал, что не красным, а прям алым каким-то. А вот грибочки. И мне даже сложно описать их цвет. Он какой-то красно-фиолетовый. В данном случае у нас уже излучает хитин, который содержится в грибах. А это просто берёзовое брёвнышко с небольшим грибным наростом. Но посмотри, что это на нём? Я, если честно, сам даже не знаю, но ты можешь предположить в комментариях. Я склоняюсь к тому, что это либо пыльца, либо плесень, либо что-то ещё похожее. А вот снова мох и грибы, только под немного другой цветокоррекцией. Я попробовал тут более точно передать цвета, и как ты видишь, грибы прям излучают какой-то фиолетово-красный цвет. Не знаю, как его описать. А мох здесь стал каким-то прям насыщенно бордовым. Опять же повторюсь, что это не прям точные цвета, которые видят насекомые. Мы их увидеть не можем. Это просто их проекция на наше зрение. Поэтому здесь можно немного поиграться с цветами. Вот та же самая пыльца на берёзовом брёвнышке, только с немного другими оттенками. Мне кажется, так выглядит даже интереснее. А это ещё одно берёзовое брёвнышко, на котором выросла густая-густая плесень. И как ты видишь, плесень прямо светится изнутри каким-то тёмно-зелёным цветом. Выглядит, конечно, всё это очень завораживающе. Но здесь я обнаружил ещё одну интересную особенность. Смотри, остаточная люминесценция. Она возникает тогда, когда мы даём настолько много энергии каким-то предметам, что даже после убирания фонарика они ещё некоторое время продолжают светиться. И на этих кадрах ты можешь это увидеть. Как только я убираю фонарик, свет никуда не исчезает, и он продолжает постепенно затухая светиться. А здесь ты можешь сравнить, как выглядит свечение плесени и свечение мха. Как ты видишь, плесень очень яркая. А вот небольшой пенёчек. Посмотри, какого цвета листок. Красный, правда? Но у меня сейчас лето, и все листы, которые лежат, зелёные. А грибочки на этих кадрах вообще какого-то нереального, то ли розоватого, то ли розовато-белого цвета. В общем, эти цвета я даже не знаю, как называются. А вот два небольших грибочка. И как ты можешь заметить, у них светятся зелёные ножки. Совсем чуть-чуть. А это просто что-то нереальное. Казалось бы, обычная гнилушка в лесу. Но посмотри, что с ней происходит в ультрафиолете. Я даже не могу сказать, что она светится. Она просто сияет ярким зелёным цветом. Вот немного другой обработки. Здесь цвет этой гнилушки уже больше похож на какой-то салатовый. А тут я в подстилке заметил небольшую божью коровку. И мы с тобой можем заметить то, что ярко-ярко белым у неё светятся именно точечки на голове. Так называемые глазки. А вот цветы репейника, в которых она ползала, к сожалению, никак не светятся. Ну и, пожалуйста, не очень-то и хотелось. А здесь мы с тобой можем увидеть просто свечение лесной подстилки. Ну ладно, давай немного отдохнём от ультрафиолета, посмотрим на умиротворяющий зелёный мох. И погнали! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Фух, да, это было действительно круто. Вот такие снимки у меня получилось сделать. Мне кажется, они просто потрясают воображение. По крайней мере, ничего подобного я раньше нигде не видел. Я их выложу в свою группу в ВК, ссылочка, если что, есть в описании ролика. Там можешь посмотреть в высоком разрешении. Ну а с тобой на связи был Репич. До скорого! До скорого!